Он готовился 50 лет. Он был на мировой сцене, он знает множество мировых лидеров очень много лет, включая президента Путина, включая лидеров, которых он увидит на саммите НАТО и G7. Повестки дня США и РФ не совпадают, но мы традиционно готовы реагировать на любые постановки вопросов с американской стороны. Ну а в офис президента Украины на этой неделе пришла долгожданная радость. Байден позвонил. Теперь же главным мракобесом и конспирологом рискует стать никто иной, как самый либеральный и демократический президент всех времен и народов Джо Байден. В конце концов, все мы помним избитую американскую фразу о своих сукиных детях. К отравленным котам и сгоревшим складам с вооружениями теперь добавились пьяные дебоши в поездах. Воистину, нет предела чекистской мерзости. Не удивлюсь, если в итоге коварными агентами-сабутыльниками будут объявлены широко известные Петров и Баширов. Здравствуйте, уважаемые зрители. В эфире «Международная панорама» и я, Данил Богатырев. Наиболее обсуждаемая тема последних недель – подготовка к переговорам американского и российского президентов. Как известно, они состоятся в Женеве 16 июня. По словам пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, в настоящее время между сторонами проговаривается тема совместной пресс-конференции. Он отметил, что пока это не подтвержденный пункт программы. Цитата. Он также добавил, что объявления по месту встречи в Женеве будут сделаны синхронно с американской стороной. Помимо этого, Песков заверил, что российский президент Владимир Путин в любом случае пообщается с кремлевским полом журналистов после встречи с американским лидером Джо Байденом. Отметим, что в практике международных переговоров такого уровня проведение совместной пресс-конференции, как правило, предполагается только в случаях, когда сторонам удалось договориться как минимум по одному из пунктов повестки дня. В противном случае, каждая сторона ограничивается сольным выходом к прессе по итогам переговоров. Стоит также понимать, что все основные договоренности согласуются и обсуждаются главным образом до встречи на высшем уровне. На президентов, в свою очередь, возлагается задача их финального согласования и утверждения. Так что, если перед встречей будет заявлено о запланированной совместной пресс-конференции, это будет означать, что как минимум по одному из обсуждаемых вопросов сторонам удалось прийти к консенсусу, а возможно и выработать какое-то решение. Наряду с Кремлем об усиленной подготовке к предстоящей встрече на высшем уровне на этой неделе заявили и в Белом доме. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден при подготовке к встрече с лидером России Владимиром Путиным обращается к десятилетиям своего опыта. Далее цитата. На самом деле, апелляция к многолетнему опыту в данном случае не фигура речи, а намек на то, в каком вопросе можно ожидать подвижек после встречи американского и российского президентов. Дело в том, что на протяжении своей политической карьеры Джо Байден был последовательным сторонником заключения соглашений о контроле над вооружениями. Приверженность этой идеи подтвердилась и после того, как он, заняв президентский пост, согласился продлить договор СНВ-3. По заявлениям как американской, так и российской стороны, вопрос обеспечения стратегической стабильности будет обсуждаться в рамках переговоров двух президентов. Вероятно, эта формулировка подразумевает именно продление старых и обсуждение новых механизмов контроля над вооружениями. Собственно, только поэтому вопросы у Вашингтона и Москвы и наблюдаются точки соприкосновения. Что же касается остальных тем для переговоров, информация о них разнится. СМИ вторую неделю сообщают, что президенты помимо стратегической стабильности будут говорить об актуальной международной обстановке, о локальных конфликтах и противодействии пандемии. Однако, что касается более конкретной повестки дня, а не расплывчатых формулировок, мнения сторон явно расходятся. Так, еще 31 мая замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, цитата, Повестки дня США и РФ не совпадают, но мы традиционно готовы реагировать на любые постановки вопросов с американской стороны. К сожалению, встречной готовности наблюдается гораздо меньше и реже. Позднее отсутствие фиксированной повестки встречи подтвердил и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, фиксированной повестки переговоров президентов России и США нет. Стороны также согласовали беседу в формате тет-а-тет. Как сообщил Песков, значительная часть времени будет отведена вопросом, которые захотят озвучить сами главы государств. В ответ на уточняющий вопрос пресс-секретарь Путина заметил, что российский лидер не планирует специально поднимать тему Беларуси. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также высказался об ожиданиях от встречи на высшем уровне предельно сдержанно. Цитата. Мы не строим иллюзий и мы не пытаемся создавать впечатление, что будут какие-то прорывы, какие-то исторические судьбоносные решения. Но сам факт разговора двух ведущих ядерных держав на уровне первых лиц, конечно же, это важно, это нужно всячески поддерживать. Что же касается американской стороны, чуть более недели назад Джо Байден, вполне в духе доминирующей в США ультралиберальной идеологии, заявил, что намерен обсудить с Владимиром Путиным тему нарушения прав человека. Впрочем, это заявление было сделано скорее для внутреннего потребления, чтобы в США его не обвинили в том, что в Украине принято называть зарадой. Говоря о внешнеполитических месседжах, по словам Байдена, в Вашингтоне желали бы сотрудничать с Россией по таким вопросам, как стратегическая стабильность и контроль над вооружениями. Он также подчеркнул, что встреча с Путиным в Женеве произойдет после дискуссии с партнерами и союзниками, смотрящими на мир через такую же призму, как и Соединенные Штаты. Цель поездки президента США в Европу, по его собственному заявлению, состоит в том, чтобы сплотить мировые демократии. Таким образом, накануне встречи американского и российского президентов, единственным вопросом, по которому они могут найти взаимопонимание, выглядит так называемая стратегическая стабильность, то есть соглашение по контролю над различными типами вооружений. Что же до остальных тем, налицо глубочайшая конфронтация, сродни той, которая имела место во второй половине XX века в период Холодной войны. Надежды некоторых аналитиков на то, что встреча американского и российского президентов может положить начало формализации сложившегося в последние годы многополярного миропорядка, скорее всего, окажутся тщетными. Глобалистски ориентированный и на каждом шагу фонтанирующий идеологию американского мессианства Джо Байден явно не тот человек, с кем можно договориться о разделе сфер влияния. То же самое можно сказать и о недалеких прогнозах некоторых СМИ, предполагающих то, что США готовы идти на уступки России, чтобы отводить ее от сближения и координации действий с Китаем. Конечно, для американской стороны такой сценарий был бы желателен. Однако, во-первых, как уже было сказано выше, администрация Байдена не готова идти на серьезные уступки. А во-вторых, в Москве понимают, что если поддаться на уловки Вашингтона и отказаться от совместного с Пекином противодействия США, рано или поздно обуреваемый мессианскими и глобалистскими идеями бывший мировой гегемон просто перебьет их по одному. Понимая все вышеописанное, в России готовятся к длительной геополитической конфронтации с США. Об этом, среди прочего, свидетельствует недавнее заявление министра финансов РФ Антона Силуанова о переходе в течение месяца на новую структуру Фонда национального благосостояния. Место для резервов в долларах в этой структуре не предусмотрено. Ранее доллар составлял 35% от ФНБ. На евро придется 40% фонда, ранее 35%, юань 30%, ранее 15%, золото 20%, ранее 0%, и британский фунт 5%, ранее 10%, иена 5%, без изменений. Исключение доллара из резервов Российского фонда национального благосостояния говорит о том, что отказ от американской валюты в резервах и взаиморасчетах – это последовательный стратегический курс РФ в финансовой сфере, обусловленный сложившейся геополитической обстановкой. Подробнее о том, чего ожидать от встречи Джо Байдена с Владимиром Путиным, которая состоится в Женеве на следующей неделе, поговорим с политологом и экспертом Украинского института политики Андреем Тимченко. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. Вот первый вопрос, который хотелось бы задать, касается повестки этой встречи, потому что обе стороны называют слегка разную повестку, слегка разный круг тем, который они хотели бы обсудить. Например, Джо Байден говорил о том, что он собирается поднять тему защиты прав человека. Надо полагать, что это в контексте Навального, закрытия всех этих грантовых организаций в России и так далее. Кстати, вот буквально вчера было принято решение о признании ФБК экстремистским. Также российская сторона, в свою очередь, говорит о несколько другом круге тем для обсуждения. В частности, Владимир Путин заявлял на Петербургском экономическом форуме, что нет у России никаких, в общем-то, претензий к Соединенным Штатам. Но у Соединенных Штатов есть такое намерение сдерживать Россию в ее развитии. Вот так он это сформулировал. Ну и далее мы видели целый ряд заявлений, как от министра иностранных дел России Сергея Лаврова, что он заявил, что не ожидает ничего особенного от этого саммита. Чего ожидаете от него вы? О чем могут реально договориться лидеры двух государств? И о чем они договориться не могут? Ну, в первую очередь, хочу подчеркнуть, что это происходит обычная дипломатическая работа, рутина. Вот давайте начнем с того, что Байден ведет внешнюю политику с тогдашним еще Советским Союзом, а сейчас с Россией. Он еще в 80-х годах встречался с министром иностранных дел Андреем Громыко. И тогда он, кстати, тоже общался на тему ракет средней и меньшей дальности. То есть происходит обычная работа. Вот, например, в день инаугурации Байдена 20 января этого года сразу же был звонок Путина Байдену по поводу продления СНВ. СНВ-3. Да, СНВ-3. И буквально вот в течение двух недель, вот с 20 января по 3 февраля, были проведены консультации, была проведена ратификация Государственной Думы. И в начале февраля уже был определён СНВ-3. То есть происходит обычная дипломатическая работа. А еще касательно предстоящей встречи в Женеве, это обычная практика ведения переговоров, когда стороны повышают свои переговорные позиции. Вот, например, когда стороны заявили о встрече в конце мая, сразу же мы можем отслеживать вот это повышение переговорных позиций. Например, вот, например, кстати, любопытный министр Шойго заявил, что о планах создать 20 новых дивизий и полков в западном военном округе, например. То есть это видим повышение переговорной позиции. Потом, соответственно, когда Байден говорит, что вот в России ущемляются права человека, это тоже повышение переговорной позиции. Потом, например, 2 июня заместитель министра иностранных дел России Рябцев заявил, что Россия намерена денонсировать соглашение об открытой суше. То есть что это значит? Это американские дипломаты теряют полную свободу передвижения по российской территории. Этот меморандум был подписан в 1992 году, по которому американские дипломаты, они, по сути, получали свободу передвижения, как российские граждане. Безусловно, на территории России есть там, безусловно, различные закрытые объекты, куда даже гражданину России нужен специальный пропуск. До этого американские дипломаты, передвигаясь по территории России, они лишь уведомляли российскую сторону о своих планах передвижения по российской территории. Вот это заявление заместителем министра иностранных дел, это тоже повышение переговорной позиции. Дальше Лавров также напомнил, что Россия намерена вести дальше переговоры и предлагать американским коллегам вообще отказаться от ракет средней малой дальности в Европе. Это и упразднение вот этих вооружений на территории Европы подразумевает взаимные визиты американской стороны в Калининградскую область и, соответственно, визиты российской стороны в Польшу и Румынию на вот эти базы противоракетной обороны. Но это, учитывая предыдущий опыт, эти предложения Лаврова и российской стороны были отклонены. То есть американская сторона не хочет пускать на свои объекты противоракетной обороны российских наблюдателей. Ну, несмотря на готовность, в общем-то, Байдена обсуждать вопросы стратегического разоружения, контроля над вооружениями, что является его коронной темой, как вы правильно заметили, все-таки готовности, ну, скажем так, разоружаться реально в Европе, то есть в самом напряженном регионе, в самом конфронтационном в Восточной Европе нет с американской стороны. Правильно ли я понимаю? Да, безусловно. И я хочу еще раз подчеркнуть, что происходит рутинно-дипломатическая работа. То есть, например, к этой встрече готовятся два пакета вопросов. То есть это первый пакет вопросов, где у России и США больше расхождений, где планируется более такая ожесточенная дискуссия. И второй пакет вопросов, где больше их интересы совпадают, где гораздо легче договориться. То есть первый пакет вопросов, это, соответственно, Украина, Беларусь, Сирия. А второй пакет вопросов, это, например, борьба с терроризмом. То есть, как бы, и мы знаем, что спецслужбы России и США периодически помогают друг другу, когда вот им удается разузнать о определенных планах проведения террористических актов. Ну, это имеется в виду в первую очередь исламские фундаменталисты, экстремисты и так далее. То есть, вот видите, несмотря на вот эти все противоречия, здесь были случаи, как в одну и другую сторону. Там, например, российские спецслужбы предупредили американских коллег, если вы помните, был теракт в Бостоне во время марафона в 2013 году. Там очень такая неловкая ситуация, что российские спецслужбы предупредили своих американских коллег, что вот такой вот гражданин придержится вот таких вот взглядов. Там же, кстати, Царнаев чеченец был. Да, да, да. Но там, я читал в американских СМИ, что американские коллеги сделали опечатку в его фамилии. И когда он прибыл на территорию США, он, как бы, прошел незамеченным. Из-за опечатки, сделанными американскими коллегами. Вот такая вот... Ну, там же у него были еще какие-то вопросы с политическим убежищем, что-то такое. То есть еще и по политическим мотивам могли, скажем так, не пропустить это предупреждение с российской стороны. Ну, кстати, да. Вот, ну, вот есть вопросы там, или как борьба с изменениями климата. Вот, кстати, по поводу Северного потока-2, почему администрация Байдена не хочет там как-то вводить новые санкции. Потому что, если учесть, что Байден борется против изменения климата, то есть очень будет тяжело объяснить американскому избирателю, почему он вводит санкции против энергетического проекта в Европе. То есть, чтобы что? Чтобы продавать американский сланцевый газ? То есть, ну, не укладывается. Учитывая то, что... Ну, вы имеете в виду, что технология сланцевая, она считается вредной для окружающих санкций? Да, да, да. То есть, это, ну, с точки зрения американского обывателя, избирателя, это было бы очень странно, если бы Байден активно вмешивался там, чтобы прекратить достройку Северного потока-2. То есть, с точки зрения внутренней повестки, то, с чем он обращается к американскому избирателю, это было бы очень странно. Поэтому то, что администрация Байдена пока отказывается в какие-то... вводить новые санкции против Северного потока-2, это закономерно. То есть, тут надо, в первую очередь, смотреть, как это выглядит с точки зрения американского избирателя. Ну, и, кстати, за администрацией Байдена, в отличие от администрации Трампа, не стоят лоббисты интересов нефтедобывающих компаний. То есть, в принципе, еще и с этой стороны так же логично. Ну, хорошо. А вот, продолжая тему конфронтационных вопросов, скажем так, Буквально вчера, 9 числа, мы видели интервью Владимира Путина, президента России, которое фактически полностью было посвящено Украине. То есть, около 15 минут он говорил об Украине, затронул там различные вопросы, в том числе, закон о коренных народах, точнее, законопроект, который у нас подан в парламент. Вот Путин его раскритиковал, поскольку данный законопроект ущемляет права русского населения. Вот, также говорил о перспективе вступления Украины в НАТО и оценивал ее не как что-то недостижимое, а как, в общем-то, вполне реальную угрозу для России. Он там заявлял о том, что подлетное время ракет с территории Украины 7 минут, если она вступит в НАТО и так далее, и обозначил, что это для Москвы красная линия. Как вы считаете, какие месседжи российский президент направил таким образом своему американскому коллеге? Какой позиции будет придерживаться Россия, вот относительно украинского вопроса? А какой будут придерживаться Штаты, в свою очередь? Ну, опять-таки, мы возвращаемся к переговорным позициям. И, ну, на уровне, на экспертном уровне, вот, если знать, нынешний глава ЦРУ Бернс, он написал еще, там, 15 лет назад в своей книге, что Украина есть, действительно, вот, присоединение Украины к НАТО является красной линией для России. То есть, на экспертном уровне это не было секретом. То есть, не сегодня, не, там, 10 лет назад, не 20 лет назад. Поэтому торги будут вокруг Украины, что, вот, например, то, что происходит сейчас вокруг Виктора Медведчука, например. Ну, например, переговорная позиция России. Ну, вот, скажем, может ли российская сторона потребовать от американской стороны каких-то гарантий невступления Украины в НАТО? И что ответит ей на это американская сторона? Ну, по факту уже, как мы знаем, что страна, у которой есть территориальные проблемы, не может вступить в НАТО. То есть, это понятно и очевидно, что Украина не может стать на данный момент членом НАТО. Ну, безусловно. Но все-таки есть какие-то другие варианты сотрудничества. У нас часто заявляют о такой возможности объявления Украины союзником США вне НАТО. И, насколько я понимаю, это Россию также беспокоит. Ну, то есть, это позволит, там, допуск определенных американских военных подразделений на украинскую территорию. Не только тех, которые там инструктора сейчас есть, но и, скажем, той же противоракетной обороны. И у нас делались соответствующие заявления. Даже Андрей Ермак, глава офиса президента, об этом говорил. Вот, может ли Россия, скажем так, потребовать от американской стороны гарантий от таких сценариев? Если да, то что Америка может потребовать взамен? Например, Америка не может пойти на размещение каких-то военных баз на территорию Украины. То есть, как уже было сказано раньше, Украина является, вот, вступление Украины в НАТО является красной линией для Байдена. Тут, как, есть, существует версия, что между Порошенко, Порошенко, вот, когда еще Порошенко был президентом, потом между Путиным и Трампом была договоренность о том, чтобы Медведчук мог, как бы, осуществлять свою политическую деятельность на территории Украины. Вот, а при приходе Зеленского, вот, эти неформальные соглашения, они порушились. То есть, как бы, с Зеленским нужно заново выстраивать эти договоренности, неформальные. Но он загнан в капкан, вот, публично обвиняя, там, Германию, например, в том, что она могла бы активнее выполнять свои обязанности, там, какие-то союзнические. Ну, посмотрим правде в глаза, кого только Владимир Зеленский не критиковал в последнее время, и Германию, и Соединенные Штаты сами, и так далее. Но, тем не менее, его критика в адрес США вот не помешала звонку Байдена, хотя звонок, конечно, в первую очередь, наверное, такой номинальный, знаете. Да, да. Ну, на самом деле, касательно Украины, переговорная позиция России, почему, в чем сложность, что нет у России особо таких рычагов давления, поскольку Северный поток-2 достраивается. То есть, абсолютно очевидно, что Украина теряет свою роль, так вот, ключевого транзитера. То есть, это для всех очевидно. Скорее всего, Украина останется без российского транзита КАЗа. Поэтому, ну, переговорная позиция России достаточно слаба, на мой взгляд, на данный момент. Именно по Украине? Да. Ну что ж, на этом будем завершать. Я благодарю вас за эту беседу. Спасибо. В гостях у Международной панорамы был политолог и эксперт Украинского института политики Андрей Тимченко. Ну, а в офис президента Украины на этой неделе пришла долгожданная радость. Байден позвонил. 7 июня вечером по киевскому времени состоялся разговор двух президентов. Первое о нем сообщила американская сторона, устами советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, который заявил, цитата, «Я пришел сюда на брифинг из овального кабинета, где президент Байден беседовал по телефону с президентом Украины Зеленским. Он заявил президенту Зеленскому, что ждет возможности принять его в Белом доме здесь, в Вашингтоне, этим летом, после того, как он вернется из Европы». Позднее приглашение встретиться с американским президентом подтвердил и сам Владимир Зеленский, написавший в своем твиттере следующее, цитата, «Спасибо, Джо Байден, за приглашение во время нашего телефонного разговора посетить Белый дом в июле. Я с нетерпением жду этой встречи, чтобы обсудить пути расширения стратегического сотрудничества между Украиной и США». Интересно, что несмотря на, казалось бы, столь долгожданное украинским президентом приглашение в Вашингтон, без курьезов и мелкой хитрости со стороны Офиса президента в этот раз не обошлось. По итогам телефонного разговора Белый дом и Банковая выпустили противоречащие друг другу заявления. В Офисе президента Владимира Зеленского заявили, что Байден, цитата, «акцентировал на полной поддержке евроатлантической интеграции Украины и важности предоставления украинскому государству плана действий относительно членства в Альянсе». Он заверил, что позиция Украины обязательно будет учтена при обсуждении стратегических вопросов в НАТО, а также планируемых мероприятий самого высокого уровня. Однако Белый дом опроверг это сообщение. Там заявили, что Киев неверно передал суть разговора. После этих замечаний американской стороны представители Офиса президента исправили первоначальное заявление. Новый вариант гласит, он, то есть Байден, заверил, что позиция Украины обязательно будет учтена при обсуждении стратегических вопросов в НАТО, а также в ходе запланированных мероприятий самого высокого уровня. И хотя украинский президент по итогам курьеза назвал столь вольную интерпретацию заявлений Байдена несущественной, попытавшись сделать вид, что ничего не случилось, с нашей точки зрения переиначивание слов американского президента украинской стороной имело спланированный характер. Дело в том, что на протяжении более чем месяца в беседах со всеми иностранными политиками Владимир Зеленский поднимает тему желания получить для Украины план действий по членству в НАТО. Западноевропейские лидеры неоднократно ему в этом отказывали, как прямо заявляя о том, что перспективу членства Украины в военно-политическом блоке пока рано рассматривать, так и опосредованно, не пригласив украинскую делегацию на саммит НАТО, который состоится перед встречей Байдена с Путиным. В этой ситуации пиар-службе украинского президента срочно понадобилась новость, которая создавала бы для Владимира Зеленского имидж человека, умеющего добиваться своего. По-видимому, основная идея перевирания слов Байдена была в том, чтобы забросить в украинскую медиасреду тезис «Зеленский требовал ПДЧ, Зеленский получил поддержку своих требований от Байдена». И не беда, что все это пришлось опровергать в тот же день. Пипл, как говорится, хавает. Если же говорить не о нахальных действиях пиарщиков Зеленского, приводящих к конфузам, а о последствиях упомянутого телефонного разговора, то следует отметить, что наиболее актуальны они для внутренней политики Украины. После 2014 года личные беседы и встречи украинских политиков с американскими президентами воспринимаются у нас в стране как своего рода необходимая внешняя легитимация. Ярвык на княжение, если хотите. Президент Украины, которому позвонил и с которым встретился американский лидер, начинает активно пиарить себя в качестве основного проводника воли Вашингтона в Киеве и на этом основании требует послушания от олигархов и политических конкурентов. Последние, конечно, понимающе кивают в ответ на такие требования, но указания обладателя американского Ярвыка, как и прежде, саботируют. Что же до внешнеполитических причин, по которым Байден позвонил Зеленскому и назначил встречу с ним, они довольно просты. Украина служит для США сравнительно дешевым и безотказным инструментом для раздражения России. Позвонив в Киев, Байден дал своему российскому коллеге понять, что этот инструмент может быть задействован Вашингтоном в любое время. Ну а встреча с Владимиром Зеленским, которая состоится примерно через месяц после встречи с Владимиром Путиным, скорее всего, будет носить сугубо формальный характер. Из существенного наверняка Байден будет давить на украинского президента, требуя судебные реформы по западным лекавам, диолигархизации и всего того, что так любят публично озвучивать послы Большой Семерки в Киеве. Ожидать того, что Байден будет доводить до Зеленского решения по Украине, принятые на встрече с Путиным, на мой взгляд, не стоит. Украинский вопрос – один из самых конфронтационных в российско-американских отношениях. И договориться по нему на сегодняшний день нет почти никаких шансов. Впрочем, в России не оставили без внимания американо-украинские контакты накануне встречи Байдена с Путиным. 9 июня российский президент дал интервью, целиком посвященное украинскому вопросу. В нем Владимир Путин раскритиковал внесенный в украинский парламент законопроект о коренных народах, а также заявил о том, что Россия воспринимает угрозу вступления Украины в НАТО в качестве вполне реальной и считает это красной линией. Цитата. Расширение НАТО и приближение инфраструктуры к границам имеет практическое значение. Почему? Вот Польша, Румыния стали членами НАТО. Американцы легко договорились с ними о размещении систем противоракетной обороны. Но пусковые системы этих установок могут быть использованы для ударных комплексов, которые достигают центра России, включая Москву. Причем за очень короткое время. 15 минут подлетное время до Москвы. Подлетное время от Харькова и Днепропетровска до центральной части России до Москвы уменьшится до 7-10 минут. Это для нас красная линия или нет? Данный месседж российского президента явно направлен американской стороне и нацелен на то, чтобы очертить границы допустимого для России в ее ближнем зарубежье. В преддверии встречи Путина с Байденом подобное очерчивание красных линий представляется особенно актуальным. Тем временем в геополитическом противостоянии Вашингтона и Пекина готовится к открытию очередной фронт. На сей раз в США, похоже, планируют обвинить КНР в конструировании коронавируса и, как следствие, попытаются свалить на нее вину за начало пандемии. Еще в конце мая президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что американская разведка пока не пришла к окончательному выводу об истоках происхождения коронавируса. По его словам, в марте его советник поручил разведсообществу подготовить доклад о происхождении COVID-19, включая то, появился ли он от контакта человека с зараженным животным или вследствие аварии в лаборатории. На сегодняшний день разведсообщество США объединилось вокруг двух вероятных сценариев, но не пришло к окончательному выводу по данному вопросу, говорится в заявлении Байдена, которое распространил Белый дом. Как подчеркнул американский лидер, он попросил разведку США удвоить усилия по сбору и анализу информации и проинформировать его о результатах в течение 90 дней. В этом заявлении примечательны сразу несколько моментов. Во-первых, обратите внимание, что вопрос о происхождении COVID-19 Байден ставит перед разведывательным сообществом, а не перед научно-исследовательскими институтами или лабораториями по изучению вирусов. Уже одно это обстоятельство наводит на мысль о том, что в Белом доме заранее готовят общественность к обвинениям в адрес Китая. Ведь разведка, как ни крути, инструмент политический, а не исследовательский. Во-вторых, в заявлении американского президента сказано не просто о природном, либо искусственном, без уточнений происхождений вируса, а упомянута вполне конкретная версия утечки из лаборатории. В случае, если в Вашингтоне решат по политическим мотивам выдвигать в адрес Китая обвинения, такая формулировка позволит обвинить его сразу в двух злодеяниях, а именно в намеренной разработке смертельно опасных вирусов с повышенной степенью заразности и преступной халатности при обращении с ними. Будучи последовательным и внимательным читателем американской либеральной прессы, уверяю Вас, что из этих двух поводов она способна раздуть скандал вселенского масштаба, под предлогом которого США смогут заставлять страны-сателлиты объявлять бойкот тем или иным китайским технологическим товаром. В Китае на однозначные намеки американского президента отреагировали довольно жестко. Так официальный представитель МИД КНР Джао Ли Цзянь заявил, цитата, «В этот раз США пытаются позволить разведслужбам сделать научные выводы. Это лишь говорит о том, что США не интересует правда. Они не хотят никаких научных исследований. Это лишь политическая игра, попытка перекинуть вину на других и скинуть с себя ответственность». 8 июня эту позицию подтвердил пресс-секретарь посольства Китая в США Лю Пэнь Юй. Он заявил, что происхождение коронавируса является вопросом науки и должно изучаться совместно учеными во всем мире, а не политизироваться. Цитата, «Любой вывод должен быть сделан в соответствии с процедурами ВОЗ и научно обоснованными методами». Компания с целью политизации изучения происхождения коронавируса и обвинения Китая ничем не отличается от вранья о том, что Ирак имел оружие массового уничтожения 12 лет назад. Но, пожалуй, самое интересное в данной теме то, что всего полгода назад соцсети, поддерживающие Демократическую партию США, активно боролись с тезисом об искусственном происхождении коронавируса. Сторонников экс-президента Дональда Трампа, именовавшего вирус не иначе, как китайским, эти социальные платформы безжалостно блокировали, а мейнстримная либеральная пресса называла версию об искусственном происхождении вируса «популистским мракобесием и конспирологией». Теперь же главным мракобесом и конспирологом рискует стать никто иной, как самый либеральный и демократический президент всех времен и народов Джо Байден. А причина тому проста. Кто бы ни стоял у руля в США, геополитические интересы Америки остаются неизменными. Подробнее о том, следует ли ожидать новых обвинений в адрес Китая с американской стороны, поговорим с журналистом-международником и китаеведом Алексеем Ковалем. Здравствуйте. Китая. Вот мы слышали, скажем так, неоднозначные намеки со стороны президента США Джо Байдена о том, что дано поручение американской разведке исследовать происхождение коронавируса и более того, там назывались президентом две версии, что природное происхождение, либо же, что вирус был, ну, скажем, изобретен в лаборатории, откуда потом произошла его утечка. Достаточно однозначный намек в адрес китайской стороны. Мы знаем, что уже есть реакция от китайского МИДа, от посла в Соединенных Штатах. Вот, эта реакция негативная. Но, вот как вам кажется, последуют ли реальные обвинения в адрес Китая в производстве этого коронавируса, его изобретений и распространений со стороны Соединенных Штатов? И, если да, то какие могут быть последствия? Ну да, смотрите, тут такая ситуация. Я думаю, что завдание Соединенных Штатов – найти джерело вирусу. И это, в принципе, завдание всего людства, я думаю. Мы зацикавлены знать, звідки вирус поширился и как он потрапил до человека. И лабораторная, скажем, эта версия, все же таки, ей теперь не откинуто остаточно. Те, что в лабораторії в Ухані відбувалися певні эксперименти з вирусами, це відомо. Треба знать, какие відбувалися, что, власне. Чи, наприклад, є одна из версий, что вирус сделали более патогенным. Вот это проблема может быть. Вот это, я думаю, будет больше такая версия, которая позволит США не только звинувачивать, а говорить, что вирус, ну, фактически китайцы его створили. Поки что, как мы знаем, СООО, она пришла до висновки, что так, походжение вирусу было из кажанев. Кажанев, але, как сказать, это не безпосередньо до человека передалась эта хвороба, а, как бы, была еще какая-то тваринка-посередник, и потом она уже потрапила до человека. Вот пока что официйная версия лишь такая. И тут, мы видим, что тут немае кого звинувачивать, кажанев звинувачивать, выходить. То есть естественное происхождение. Да, Америка хочет довести, что оно было штучно. И, на самом деле, я могу поведомить, если, может, наши глядачі бачили, уже минулого тижня такий американский журнал Vanity Fair провел, власне, розслідувание цієї питания. И они навіть стверджовали, что Америка финансовала цю лабораторию в Ухані, они финансовали его своими грантами, самі під таки проекти, дослідження вирусов. И вот эта лаборатория, это была одна из лидирующих лабораторий в мире, щодо досліджений такого самого вируса. И вот я думаю, что Америка, певною мировой, там идет в этом материале так же, что даже в американском Держдепартаменте, еще в минулому році говорили, что давайте не будем копать в цю версию штучного походжения вирусу, потому что, небето, небето, ци досліджения, ледве что не финансировались за гранты США в Китае. Ну, чтобы не выйти на самих себя. Так, так, это одна из версий, которая вот зараз появилась, ну, тиждень тому. На мою думку, это тоже очень интересная версия. И, то есть, я думаю, что разведка, звичайно, Соединенных Штатов будет дослідживать разные версии, а то, что они уже выдадут официально на горы, это уже никто не про это не знает. Ну, знаете, с моей точки зрения, все-таки, вот мы как политологи, вот вы журналист, международник, нам интереснее обсуждать, наверное, не непосредственно происхождение этого вируса, мы в этом мало что смыслим, ну, я, по крайней мере, за себя говорю. А вот политический аспект, каким политическим последствиям могут привести такие обвинения, если они будут выдвинуты? Политично, уже про это сказал Трамп, политично, если Китай будет доведено, что он был джерелом поширения этого вируса, Соединенные Штаты хотели бы мать от Китая певные компенсации и ответственность, чтобы Китай нес за это. Вот это будет полиция, то есть это будет подстава для того, чтобы от Китая або сбольшения защиту этих лабораторий, або какие-то гарантии, чтобы этого больше не было. Потому что это не первый случай, на самом деле, поширения вируса. Вирусу, тобто, SARS, если мы знаем о 2003 году, и, сгідно, например, с исследованием, на самом деле, за SARS от 2003 до 2014 года, на самом деле, еще были десь 4 витеки вирусов из китайских лабораторий. Просто они были минимизированы. То есть, они сразу были выявлены. Для меня проблема, почему вы это и не выявили, понимаете? То есть, я не прихильник лабораторной теории, но я думаю, что, в принципе, не все. То есть, даже в Уханском университете, например, есть, правда, лаборатория с великим ступенем захисту, а есть в том же самом будинке, есть лаборатории с третьим рівнем захисту, это нижний, и другий рівень захисту, что відповидая, ніби стоматологическому кабинету, например, обычному. Вот такая стерильность має бути. То есть, есть четвертий рівень захисту, самый найбільший, где люди ходят в скафандрах и, скажем, не включается будь-який контакт людини с вирусом. Но есть и нижние рівни в цьем же будинке, в цьем же примещении. То есть, не исключено, что можно поширить через вентиляцию, через будь-что в иншем и там же появился контакт. Мы не знаем. Но мы можем теперь уже делать будь-якие предпущения, скажем, что до этого поширения. И поэтому, я думаю, с этим было вызвано саме то, что Байден, он фактически продолжил свою политику щодо Китаю в этом вопросе. То есть, все думали, окей, Байден будет намагаться замириться с Китаем, или выйти на какие-то нормальные отношения. Но мы видим, что эта тема, она остается в порядке денном американской политике. И я думаю, что они решили ее далее просовывать. То есть, просовывать в смысле, что мы теперь будем иметь ответ от нашей развития. И на основе этой ответы развития уже будут политические решения. Что до того, что мы понимали, что Китай виновен или не виновен. Я думаю, вот так стоит вопрос. Ну, соответственно, подобные политические решения предполагают не только требования компенсации, но и могут повлечь за собой определенные санкции. В частности, требования к своим союзникам, к сателлитам Соединенных Штатов запретить ввоз тех или иных китайских товаров, как это происходило с технологической продукцией того же Huawei. Вот как мы помним. Каким образом Китай может ответить на это? Может ли он однозначно сейчас оправдаться? Ну вот скажем, с такой информационной точки зрения. Мы же знаем, что либеральная западная пресса, она сильна именно своим широким покрытием вот в западном мире. Китайская пресса такого покрытия не имеет пока что. Так, я погоджуюсь. Я думаю, навіть в нас сильнейше створенням наративів, які потім перехоплюють і наша пресса, і інша пресса. А китайские, що роблять китайцы насправді? Вони роблять, вони зробили вже, вони зробили заяву, по-перше, таку на випередження. Вони сказали, що якщо ви хочете мати доступ до наших лабораторій, секретних, таємних, то Америка теж має відкрити свої лабораторії. Тому що, в принципі, наскільки я пам'ятаю, в 2015 році такі самі дослідження велися і в Сполучених Штатах. І китайські спеціалісти навіть були дотичні, причетні до цих вірусних досліджень саме на території Сполучених Штатів. Але, звичайно, в Сполучених Штатах, тобто, позиція Китаю така, що якщо ви домагаєтесь від нас якоїсь транспарентності і відкритості, то давайте і ви будете відкрити. І вони теж вимагають від країн всіх, які проводять подібні дослідження з вірусами, коронавірусами, перш за все, відкрити свої. Це перша така позиція Сполучених Штатів. А друга позиція Сполучених Штатів полягає в тому, що вони вважають, що питання походження вірусу має науковий аспект, а не політичний. І цим повинні займатися суто спеціалісти-медики чи вірусологи, а не політики рівня президента Сполучених Штатів. Тим більше не розвідка, яка по определінню політична структура. Так, і тим більше не розвідки. Тобто китайці вже говорять, що тим, що Байден доручив цю доповідь робити не спеціалістам, вірусологам, а розвідці, ми вже можемо очікувати, що це буде політичний доповідь, де буде звинувачення, наприклад, на адресу чи Китаю, чи може певних спеціалістів китайських, чи лабораторій якихось китайських. І, відповідно, це не буде науковий висновок. Тобто ми хочемо знати, як перестрибнув цей вирос до людини. А якщо ми знайдемо навіть лабораторію, місце це відбулося, сам механізм ми не зрозуміємо, як це відбулося. Я думаю, що це питання. І на цьому наполягає китайці. Але тут теж треба сказати одну таку, може згадати, штуку. Навіть коли було дослідження ВОЗ, світової організації охорони здоров'я, китайці теж не надали повної інформації щодо самих перших випадків зараження вірусом. І отут, я думаю, що тут є вже і претензія певною мірою до Китаю, тому що вони не надали повної, скажімо, цих расшифровок по першим самим випадкам людей. Тобто тоді б ми вже розуміли, коли вірус почався. Може він почався не в грудні, може він почався в листопаді 2019 року. Тобто оце питання, на яке відповіді, на жаль, нема. Розвиває тему возможних обвинений і санкцій проти Китая со сторони западних державів, не тільки Соединённих Штатів. Якими вони можуть бути, ось ці санкції? В чому заінтересовані США, скажімо так, вне допуску, яких китайських товарів на ті ж європейські ринки на сьогоднішній день заінтересовані Соединённі Штати? Давайте тут розділяти американські ринки і європейські ринки. Це все ж таки різні. Я же говорю о том, що в першу чергу Соединённі Штати, мабуть, заінтересовані в обрубанні для Китая європейського ринку. Свой собственный, вони можуть без всяких цих сложних об'яснений, вірусологічних і так далі, закрити все. Ні, з Європою там трохи інше. Розумієте, з Європою Європа знаходиться під тиском Сполучених Штатів, але я думаю, що вона не цілком залежна від Сполучених Штатів. Тобто, вона все ж таки має, я би так сказав, що Європа сама може, я можу розказати історію, яка сталася минулого місяця, це інвестиційна угода між Європейським Союзом та Китаю, її готували сім років, але потім, коли Китай вів санкції проти європейських чиновників, навіть не зважаючи на сім років перемовин, дуже складних, Євросоюз заборонив, відмінив, відстрочив цю угоду, яка була дуже потрібна для Китаю. І він відстрочив її все. А чому? Тому що Європа, вона поважає правила гри. Якщо вона не може встановити з Китаєм певні правила гри, то все, розумієте, це проблема, на яку Європа не може не реагувати. І тому, що до китайських товарів, вона так само вводить певні обмеження, квоти. Тобто, у Європи є свої механізми. Я думаю, що Сполучені Штати не можуть безпосередньо впливати на Європу, щоб сказати, не робіть цього, не робіть цього. Вони навіть просили Європу не підписувати цю угоду інвестиційну з Китаєм. Але сталося так, що Європа сама її відклала. Ні, ми же не маємо ввіду непосереднене впливання. От якраз опосредованне впливання через створення наративу такого, що китайські товари всі опасні, вони там производять віруси і так далі. Ну, розумієте, тут теж така... Я думаю, що якщо ми подивимося, ми ж бачимо, що, в принципі, від вірусу найбільше постраждали Сполучені Штати. Ну, за кількістю людей, і померлих, і ті, хто захворів, вони на першому місці. Тобто, я думаю, що саме і Сполучені Штати, тому і є зацікавлені найбільше, в певних покараннях, знаходжені винних в цьому справі. Європа, для нас це була критична ситуація, тому що ми одержали вірус з Європи, фактично, наприклад. Для нас би було цікаво теж зрозуміти, як вірус поширювався з Китаю, як він вийшов з Китаю, поширювався в Європу, в Італію, в Польщу, наприклад. І потім він потрапив до нас. От для нас би було цікаво зрозуміти, як нам уберегтися від подальшого поширення цього вірусу. Оце проблема. А для Сполучених Штатів так, вони безпосередньо, мабуть, з Китаю його отримали і теж мали такі жахливі наслідки. Ну що ж, мабуть, в качіці фіналу слід відмітити, що знайти істочник розпространення і назначити виновного – це все-таки не одно і те ж. Так, звичайно. Ну що ж, я благодарю вас за беседу. В гостях у Міждународній панораму був Алексей Коваль, журналист-міждународник і китайовед. На цій неділе в Гаагі Міждународний трибунал підтвердив пожизнений приговор сербському генералу Радко Младичу. 8 іюля судьи Міждународного остаточного механізма для уголовних трибуналів утвердили пожизнений приговор бывшему командуючому боснийських сербів. Трансляція засідання із Гаагі велась на сайте суда. Апелляційна палата підтвердила предыдущий вердікт, по которому Младич был признан виновним в убийствах, бесчеловечних действиях, преступлениях против человечности, террорі, нападениях на гражданских лиц і захваті заложників. Рані, в ноябрі 2017 року, Міждународний трибунал по бувшій Югославії признал Радко Младича виновним по 10 пунктам із 11 воєнних преступлених в Боснії і Герцоговіні в 1992-1995 годах, в тому числі в геноциді мусульман в Сребрінеці в 1995 році, коли погибли около 8 тисяч чоловік. Суд також признал його виновним в преступлениях против человечности і нарушенні законів і обычаї введення війни в связі з трехлетній осадою Сараєва, в результаті которой от обстрілів погибли 11 тисяч мирних жителів. Єдинним пунктом, по якому Младича оправдали, було обвинення в геноциді боснійських мусульман і боснійських хорватів в некоторых муніципалітетах Боснії і Герцоговіни, исключая Сребрінецу. Апелляційний орган підтвердив це рішення. Після війни в Боснії і Герцоговіни, Младич більше 15 років знаходився в міждународному розыскі. Його поймали в 2011 році в селе Лазарево на севере Сербії в домі його двоюродного брата. В 2012 році почався судебний процес над ним. Сам генерал отрицал свою вину по всем пунктам. Защита Младича утверждала, що його відповідність за убийства і етнічні чистки, совершенні сербськими військами і союзними воєнизованими формуваннями, доподлинно ніколи не була встановлена. Говоря об цьому вердікті Международного уголовного трибунала по бувшій Югославії, трудно отделаться от ощущения предвзятості і неприкрытых двійних стандартов, царящих в цьому суді. Фактически, трибунал активно преследують только сербських политиков і военачальників, которых офіціальний Вашингтон давно зробив крайніми за все происходивше в ході гражданських войн на просторах бывшей Союзной Федеративной Республіки. А вот противників сербів, лице боснийців, албанців і уж тем більше хорватів, ні МТБЮ, ні в западной пресі, ні офіціальних заявлених политиков обвинять не принято. Конечно, ви можете сказати, що в прошлом году був взят под стражу один із наиболее жестоких албанских полевих командиров, осуждений сербським судом за терроризм і обвиняємий в незаконной торговле органами похищенных людей Хашим Тачі по кличке Змей. Вот только незадача. В отличие от Радко Младича, вынужденного скрываться от преследований на протяжении 15 лет, Хашим Тачі взяли лишь после 20 лет успешной политической карьеры, пиком которой стали должность президента Косова, всеобщее одобрение і признання со стороны западного политического істеблишмента. Вряд ли ему теперь дадуть пожизненное. Впрочем, нічого нового в такому избирательному подході нет. В конце концов, все ми помним избитую американську фразу о своїх сукиних дітях. І в завершение нашої программи очередна новасть з рубрики «Политический треш». В Прибалтики з поезда сняли п'яних солдат НАТО. Британская пресса утверждає, що їх споїли агенты Кремля с целью дискредитации. Якщо ви думаєте, що це шутка, то слушайте, як було дело. 6 іюля британское іздання «The Mirror» сообщило об інциденті, который произошло в минувшие выходные в естонськом містечке Йигева, неподалеку от границы с Россией. Шестеро военнослужащих Великобритании були сняты з поезда із-за сильного алкогольного оп'янення і непристойного поведення. По данным журналистів, первоначально пассажири, оказавшиеся в вагоне с британцами, пытались успокоити їх самостоятельно. Але ні просьби попутчиків, ні увещування работників железной дороги не возимели действия. Тогда пришлось обращаться в правоохранительные органы. Местные естонські полицейские сняли дебоширов з поезда, после чого їх передали в военній полиції НАТО, которая следит за соблюдением правопорядка военнослужащими Североатлантического альянса на территории республики. Ну а дальше самое интересное. Как пишет издание, цитата, Сотни британских военнослужащих находятся в Эстонії в составе боевой групи НАТО, в основном из 1-го батальйона марсийского полка. Это происходит на фоне опасений, что агенты российской разведки могут использовать плохо себя ведущих британских военных для дискредитации операции НАТО на границе. Эксперт по России Брюс Джонс из частной разведывательной компании Джейнс заявил, оперативники Путина могут намеренно спланировать серьезный инцидент. В общем, как мы понимаем, в списке происшествий, которые на Западе можно с серьезным выражением лица объяснять происками агентов Кремля, прибыло. К отравленным котам и сгоревшим складам с вооружениями теперь добавились пьяные дебоши в поездах. Воистину нет предела чекистской мерзости. Не удивлюсь, если в итоге коварными агентами-собутыльниками будут объявлены широко известные Петров и Баширов. Кстати, чем не тема для нового расследования Беллингкет? А на этом наша передача подошла к концу. С вами была Международная панорама и я, Даниил Богатырев. До новых встреч на канале КРТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова